Тренировки происходят ежедневно на протяжении всего года, независимо от погодных условий. Люди наши беспечные, зачастую откликаются с каким-то непониманием или с недоверием. Если происходит час и боли, то нагрузка физическая очень тяжелая. Здесь работают люди, которые спасатели не по должности, а спасатели по своему внутреннему миру. Забрось нам, пожалуйста, искомый предмет. Маленький. 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 Продолжение следует... Видимость неплохая. Я думаю, в течение пару минут он обнаружит. Есть свод сигналов, которые знают наизусть все водолазы. Дернуть, потрясти, водолаз будет двигаться в нужном заданном направлении. Есть два вида костюмов – сухие и мокрые. Под этот костюм вода не попадает, и водолазу тепло. И при какой температуре можно опускаться? Ну, под лед мы опускаемся в этих костюмах. У нас тренировки происходят ежедневно на протяжении всего года, независимо от погодных условий. К сожалению, люди наши беспечные, зачастую на наши просьбы откликаются с каким-то непониманием или с недоверием. Были случаи, когда мы видим, что человек на воде себя ведет неадекватно. Когда мы садимся в лодочку, подплываем, спрашиваем, может вам помочь? Ну, они просто-напросто говорят, что кто вы такие, идите отсюда. Приходится тогда отплывать в сторону и корректно за ними следить. За год водолазная служба МЧС осуществляет более 100 выездов. Люди, которые пришли за длинным рублем, они, как правило, здесь не задерживаются. Вот водолаз дал запасной сигнал. Дернусь, потряси, дернусь. Это значит, что он обнаружил исполненный предмет. Задание выполнено. Самочувствие. Снимаем масочку. Быстро нашел? Как видимость? Метра три. Для Белоруссии, скажем так, шикарная видимость, очень хорошая. В основном водолазы работают на очередь. То есть видимость в метр-полтора, это уже считается хорошей видимостью. Здесь работают люди, которые спасатели не по должности, а спасатели по своему внутреннему миру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова